Всем привет, я Даша. Однажды в лабиринте проводилась акция, под которую мне очень сильно хотелось попасть. Но так уж вышло, что не было у меня книги, которые я хотела бы заказать. То есть были, но в лабиринте их не было. Выручила меня одна группа на Лавлипе, которая публикует новинки, так сказать, книжного рынка. Я их просмотрела, и мой взгляд зацепился за одну книгу. Конкретно зацепился за название. Я думаю, зацепился бы и Ваш взгляд. Книга называется «История шарлатанства». Согласитесь, интригует. Написали её Лидия Канг и Нейт Педерсон. Эта книга уникальная. Она рассказывает о том, как лечили людей с незапамятных времён. И вот вплоть до нашего времени, величайшие способы. Единственное, я не совсем согласна с названием. Дело в том, что шарлатанство подразумевает под собой, когда один человек обманывает другого или других по множественному числе, осознанно понимая, что он вводит их в заблуждение. А здесь, по большей части, описаны случаи, когда сам шарлатан был неправ, но он об этом не знал. Поэтому он по незнанию лечил и других людей этими странными способами. И, как выяснилось, среди таких людей, которые лечили тем, что не могло лечить, именно данную болезнь, были и Гиппократ, и Парацелис, и многие другие именитые врачи, которые оставили свой следище, даже не след следище в истории. Поэтому, да, название очень сильно привлекает к себе, но оно не вполне соответствует сути. Тем не менее, это очень интересно, и пока я читала эту книгу, ну и некоторый период после этого, со мной невозможно было находиться в одном помещении, потому что чуть что, Даша тут же вспоминала. А вы знали, там, например, что раньше лучшим лекарством был мох с черепа, причём не просто мох с черепа, а череп должен был полежать на природе, подвергнутым нескольким стихиям, там, некоторое время, чтобы он естественным образом покрылся мхом, и вот мох с внутренности черепушки считался лечебным. Или там, а вы знали, там, что если там разрезать, там, гниение, поместить сухую горошину, то как бы вот там, ну, в общем, так делали. И, в общем, люди, которые со мной общаются, окружают меня, в общем, они уже стенали от моих пересказов некоторых моментов из этой книги. Книга очень впечатляет, она невероятно познавательна. Её не стыдно будет подарить кому-то, потому что она очень информативна, и она очень богато иллюстрирована, но в этом нет перебора. Она иллюстрирована вот именно так, как надо, ни больше, ни меньше. Иллюстрации не отвлекают внимание читателя, а, напротив, дополняют ту информацию, которая выложена в этой книге уже не в плане рисунка, а в плане букв. Книга примечательна также те, что здесь в качестве пациентов упоминаются очень многие именитые личности. Марка Тэтчер, одна из Кеннеди, их-то много, это целая аристократическая семья политиков. Знаменитые актёры, певцы, да кто угодно вообще. И сидишь, считаешь, то есть ты слышал об этом человеке, и Флэбер как-то сказал, не трогайте кумиров руками, позолота на руках останется. Ну, это как бы... И вот сидела и думала, надо же, я-то думала, умный человек, а как бы такая глупость. Это, конечно, с точки зрения современного обывателя, который там что-то слышал о медицине, что-то там знает, и как бы мы в нашем просвещенном 21 веке очень многое знаем уже о нашем теле. К сожалению, не всё. Может, так вообще загадка. Но вот в те времена это просто... Ну, человек мало знал, гораздо меньше. И, соответственно, и методы лечения были соответствующими. Я прошу прощения эту автологию. Книга написана с чудеснейшим чувством юмора. Правда, порой он переходит в сарказм или в извинительность, но всё равно забавненько. И это чувство юмора, оно добавляет неоспоримую зиму. У этой книги, пожалуй, без него она не была бы столь захватывающей, потому что, когда читаешь какую-то шуточку по поводу того или иного способа лечения, который, конечно, в наше время показался бы абсурдным, а в то-то время это считалось, что панцея вообще. Это как бы очень так усиливает впечатление от книги в хорошем смысле слова. Пожалуй, это всё, что я хотела вам сегодня сказать. Поэтому я прощаюсь с вами, но ненадолго. Пока-пока. До скорых книг. Продолжение следует...